друзья всем привет меня зовут ирина и очень рада видеть вас на своем канале снимаю видео о пустых баночках косметики и парфюмерии которые закончились у меня в январе 2024 года видео не спонсировано содержит сугубо мое личное мнение и все средства которые вы сегодня увидите я приобретал либо сама либо получала в подарок от своих друзей и родных если вам интересно мое мнение то оставайтесь со мной и надеюсь что вы используя и приятно проведете время на моем канале но я начну с пустой упаковочки от кускового мыла от компании весна дегтярные 90 грамм было в этом кусочке он имел удобное для мыления овальную форму был насыщенного коричневого цвета с очень вкусным приятным для меня дегтярным ароматом некоторое время хранилось у меня в запасах это мыло и к сожалению кусковой мыло от компании весна грешит тем что быстро прогоркает его нельзя долго хранить но вот дегтярные хорошую сторону отличается сохранила она с течением времени и свой аромат и свои свойства в общем я его с удовольствием измылила и по моему еще один кусочек есть в запасах чему я только рада люблю дегтярные мало и как бы на ежедневной основе она у меня практически в использовании есть закончила я две тканевые маски от корейского бренда джей луна так по моему корея надеюсь я правильно сказала да но масочки эти я не приобретать не приобретала сама они мне пришли в подарок за заказ того интернет магазина но я бы за свои деньги не стала покупку этого бренда повторять почему сейчас объясню лекалу масок в принципе как бы неплохое достаточно удобное единственное но не плотно прилегает к коже и в процессе использования отстает по краю подбородка маловато для меня пропитки маску на лице нужно держать здесь как заявляют 20-30 минут высыхает она гораздо быстрее по своим свойствам средненькие масочки они посредственно увлажняют кожу но хорошо выравнивают ее тон и освежают цвет лица что меня больше всего расстроил так это отдушка если еще у маски с козьим молоком она более-менее приятная косметическая то вот у маски с витаминами она напоминает средства бытовой химии с ароматом цитрусов вообще этот бренд достаточно бюджетный но среди этого ценового сегмента можно найти масочки гораздо лучшего качества поэтому джей луну я бы не рекомендовала покупки за ваши кровно заработанные денежки закончилась у меня соль для ванны от бренда эллис натурал виноградная баночку специально мыть не стала чтобы вы увидели какого цвета была соль упаковки в воде она становится более насыщенного яркого цвета такой знаете вот есть черный виноград вот примерно так она и выглядит с потрясающим очень вкусным довольно таки натуралистично переданным ароматом винограда содержатся блестки кожу соль не окрашивает блестки на теле не остаются но небольшие следы накупили в ванной все-таки остались после того как я слила воду пришлось ванную помыть но к счастью бы легко остатки соли с поверхности в ванной я убрала прекрасная ароматерапия моменты релакса и отдыха в общем подарила мне это баночка не закончилась у меня но я выбрасываю по сроку годности бальзам от fit cosmetic бархатные губки с ароматом ice cola совсем чуть-чуть у меня его осталось обычный вазелиновый бальзамчик довольно таки приятные в использовании и понравился мне его вкус действительно напоминал данный напиток с удовольствием использовала но я очень критично отношусь к срокам годности средств по уходу за лицом поэтому вот немного не удалось мне до использовать этот бальзам я с ним прощаюсь скраб для тела от бренда северная жемчужина скраб солевой антицеллюлитный с кофе 365 грамм объем был упаковки это великолепный по своему воздействию кожу продукт он отлично шлифует не травмирует кожу напитывает ее тело становится гладким шелковистом не требует после использования этого скраба какого-то дополнительного смягчения и увлажнения кожи но у этого продукта просто отвратительнейшая отдушка к сожалению приходилось сталкиваться в транспорте с ароматом давно не мытого старческого тела вот именно так этот скраб и пахнет и поэтому знаете я в таком раздрай даже нахожусь и с одной стороны очень хочется порекомендовать вам этот продукт потому что он по своему воздействию на кожу изумительный но вот отдушка меня сильно смущает ну в общем то я вам все рассказала решайте сами стоит вам его пробовать или нет еще ряд масочек тканевых хочу вам показать бренд корейский называется если сейчас камера позволит мне сфокусировать сынк нейчер надеюсь я прочитала если нет поправьте меня я всегда за когда мне поправляют в неправильном произношении иностранных слов эта масочка с экстрактом листьев эвкалипта заявлено на как увлажняющая у нее нейтральная душка удобная по форме и приятной к коже лекала идеально прилегает и держится на лице в процессе использования маска приятно охлаждает кожу отлично увлажняет придает лицу свежий цвет и выравнивает тон кожи еще от этого бренда я внутри масочки протестировала вторая маска с экстрактом апельсина и перечной мяты заявлено как укрепляющие лекала аналогичные предыдущие одушка не сладкой мятные жвачки охлаждает кожу при использовании отлично увлажнила напитала оцветлила и выровняла тон кожи третья масочка с экстрактом лайма выравнивающее но про лекала я не буду повторяться у всей линейки но идентичные одушка соответствует экстракту в составе хорошо увлажняет кожу осветляет и выравнивает ее тон ну и последняя четвертая маска из этой линейки с экстрактом масла лаванны заявлено как успокаивающее лекала да я обещала что не буду повторяться надо отличные просто одушка свежезеленые травянистые лаванду слышу лишь где-то на задворках охлаждает кожу хорошо увлажняет осветляет и выравнивает тон когда я ее использовал каких-то воспалений у меня на лице не было поэтому вот как по успокаивающему воздействию ничего не могу о ней сказать вообще в целом вся эта линейка очень приятная я ее заказывала в магазине подружка достаточно давно по ценам уже вас сейчас не сориентирую но если вы их увидите и цена вас устроит то рекомендую попробовать в общем-то неплохие хорошо работающие масочки приятные в использовании закончился у меня гель для душа от компании и фрошем апельсин в шоколаде это одна из новогодних лимиток 200 миллилитров объем производства франция отвечал у меня за новогоднюю атмосферу в ванной комнате красивое очень оформление которое мне безумно нравится великолепная вкусная душка очень натуралистично передан апельсин в шоколаде но как и в случае с ежевичной лимиткой этого же года испортилась консистенция гель стал жидкий как вода соответственно стал плохо пениться с губкой до использовала я его как пену для ванны так пены было несколько побольше ну и слегка подсушил кожу этот продукт в общем видимо при изготовлении лимит к этого года какой-то сбой все-таки на линии произошел какие-то технологии видим были нарушены и задолго до истечения своего срока годности эти средства испортились к моему большому сожалению не закончился у меня выбрасываю по истечению сроку годности средства от корейского бренда бьюти оф чусо это очищающий бальзам текстуру этого бальзама довольно таки густая напоминает чербет очень нежная и тающая хорошо удаляет стоки макияж абсорбирует загрязнение проникает глубоко в поры вытягивает все лишнее из них растворяет джировые пробочки очищает тщательно но мягко и деликатно улучшает рельеф кожи выравнивает ее осветляет придает лицу здоровый блеск и сияние в основе состава рисовая вода ферментированные злаки рис овес и бобы и хризантема насыщенная витаминами а и b1 данный бальзам наносился на сухую кожу затем вы личико массируете и смываете теплой водой расход экономичный я начала пользоваться этим бальзамом еще летом и в общем то вот в январе у него истек срок годности мне удалось только половину баночки использовать здесь кстати была специальная ложечка для того чтобы дозировать этот продукт ну а баночка пустая потому что я освободил ее чтобы выбросить отдельно совсем пластиком как я обычно делаю жалко не что нельзя повторить это средством потому что заказывал я его напрямую скорее сейчас сожалению сайт с нами не сотрудничает здесь нельзя на нем заказы делать ну а на полочках наших магазинов я эту линейку корейских средств не видела к сожалению еще от этой марки у меня закончился восстанавливающий серум женьшень и муцин улитки 30 миллилитров объем данная ампула работает на на восстановление регенерацию кожи питает увлажняет улучшает упругость и эластичность выравнивает тон кожи текстура довольно таки густая но вместе с тем легкая и приятная быстро впитывается и не оставляет липкости на лице в общем с удовольствием я этой сывороткой пользовалась нам перейдем к одному из ароматов которые я закончила в этом месяце это пробничек от парфюмерной воды ван клифф энд эрплс орхидея ваниль французский бренд это женский парфюм был выпущен в 2009 году относится к группе цветочных ароматов в нотах у него фиалка ваниль личи темный шоколад и мандарин очень хорошо на мне раскрылся этот парфюм он приятный уютный повседневный но полноразмера брать не буду так как у меня есть несколько ароматов в этом направлении сейчас я вам покажу как бы что похоже на ван клифф энд эрплс на мне звучит что есть у меня на парфюмерной полочке ну во первых это ваниль от серш лютанс и еще один мой любимый ванильный аромат это ваниль от франк бакле в общем то я подумал что достаточно мне будет этих двух парфюмов тем более что у меня еще от эфраше внутри ароматы есть с ванильными нотками в общем-то познакомилась с новым брендом получил удовольствие но покупку совершать не буду полноразмера закончился у меня успокаивающий гель для интимной гигиены от компании арифлэм алое мальваны 300 миллилитров объем это наше российское производство консистенция гелевая прозрачный довольно и жидкая но в использовании экономично хватило мне этого средства надолго приятная нейтральная душка негативной реакции на кожу не вызвал этот гель но и особых восторгов тоже в общем то среднестатистический проходной продукт повторять желание не вызвал есть более интересные средства для меня в этой категории следующее о чем хочу рассказать это парочка бренда эстель шампунь и маска для волос и ведьма в шампуне было 250 миллилитров в маске 200 миллилитров российское производство средство кремовой консистенции белого цвета средней густоты очень классная душка сливочно-ягодная напоминает нишевый парфюм шампунь хорошо промывал волосы не спутывал их маска смягчала облегчало расчесывание чудес на моих волосах эта пара не сделал но в использовании была очень приятный поэтому не исключаю что в дальнейшем буду повторять покупку гель для душа антаити маракуйя 250 миллилитров объем производства франции это продукция компании полмолив гель белого цвета кремовой консистенции средней густоты а душка у него сладкая но не приторного какого-то экзотического фрукта маракуйя не ела поэтому не могу вам сказать совпадает она с арбиталом или нет но в общем то ничего она мой вкус выдающегося пенообразование хорошее слегка подсушиваю кожу я его использую как гель для душа и как пену для ванн еще один продукт по уходу за лицом от компании beauty of чусон это эссенциальный тоннер женшением 150 миллилитров объем составе 80 процентов гидролата и комплекс женщине насыщает влагой все слои кожи питает улучшает обновление клеток мягко осветляет кожу и разглаживает мелкие морщины очень приятный в использовании тоннер также жалко что нет возможности его повторить так еще раз ряд тканевых масочек вот корейского бренда бу эндхуа надеюсь я правильно произношу первая масочка заявлена для сияния кожи лекала удобной формы хорошо прилегает приятные нейтральные косметическая душка отлично освежает цвет лица придает действительно кожи сияние отдохнувший вид обеспечивает увлажнение маска понравилось если увижу в продаже то обязательно повторю вторая масочка из этой линейки успокаивающая лекала аналогичные первой маске отдушка довольно яркая травянистая хорошо увлажнила кожу освежила цвет лица выровняла тонн снизила интенсивность покраснения от воспалений на коже которые были у меня в момент когда эту масочку использовала по действию понравилось но отдушку мне хотелось бы более приглушенную несмотря на это я бы наверное ее тоже повторила ну и последняя третья маска из этой линейки омолаживающая лекала как и у всей линейки приятная цветочная душка хорошее увлажнение свежий цвет лица и ровный тон кожи легкий лифтинг эффект она обеспечила и в общем то из всех трех больше всего мне понравился ее приводку конечно обязательно бы повторила еще один гель для душа от марки таити но это полмолив морская соль 250 миллилитров объем производства франция гелевая прозрачная консистенция средней густоты отдушка переносит вас на морской пляж погрузила меня воспоминания о лете пуске в сочи аромат абсолютно унисекс свежий бодрящий приятный пенообразование хорошее кожу слегка стягивал после использования поэтому пользовалась молочком для тела но это не особо критично поэтому я по именно вот этот гель с удовольствием повторила в использовании если бы была такая возможность и зубная паста клац для девушек соблазнительный просекка 75 миллилитров объем покажу вам как он выглядел тюбик кремовая консистенция белого цвета вкус соответствует названию сладковатый но не приторный негатив у меня при использовании не вызвал очищение хорошее но мало освежения дыхания в общем-то больше подойдет наверное на вечернее использование это паста ну и осталось еще два пробничка ароматов а мне вам показать первый из них это перис монте-карло маска экстрим пробничка у меня был такой унисекс аромат 2012 года выпуска группа цветочные древесно-мускусные в верхних нотах бергамот в сердце гвоздика цветок роза жасмин и в базе мускус ирис амбр ваниль и комарин очень приятный повседневные офисные пудрово-мускусный аромат носил его с удовольствием но покупать не буду у меня есть в коллекции похожие сейчас я вам покажу что может заменить этот парфюм во-первых у меня носомата сильдер маск и атор коллекшн маска шмир очень похоже по звучанию на мне раскрываются эти парфюмы поэтому в общем-то решила я парис монте-карло маска экстрима в свою коллекцию не приобретать ну и последний пробничек это пакрабан fabius me надеюсь я правильно произнесла сейчас постараюсь сфокусировать название это унисекс аромат 2019 года относится на группе фужерных фруктовых ароматов в верхних нотах тыква сердце ревень и в базе сандал классный древесный пудровый фруктовый аромат я бы очень хотел его свою коллекцию была бы рада если бы мне кто-нибудь подарил потому что сейчас я немножечко переориентировала свои расходы и дорогостоящую парфюмерию не приобретаю а вот конкретно этого парфюма насколько я поняла его даже проблематично сейчас в продаже найти но очень мне понравился классный моя история на сто процентов ну будем надеяться может быть кто-нибудь мне его презентует на день рождения например помечтай ну что ж друзья мои в общем вот все что я хотела вам рассказать спасибо что остаетесь на моем канале спасибо что смотрите ролики их комментируете я всегда этому очень-очень рада прощаюсь до новых встреч в вашей ришке из пензы